Последний звонок для лицеистов. Как все прошло? Те, кто выпускается из лицея, они действительно могут добиться многого. О чем договорился ректор Кафуэль Шадгафуров с представителями кинокомпаний «Атлант» и «Максима». Должен быть один или два якобы президента, которые приходят и помогают нам покрывать текущие кассовые расходы. Последний звонок для выпускников IT-лицея Казанского федерального университета. У меня ностальгия очень сильная, вспоминаю все пять лет учебы. Казанский университет успешно прошел аккредитацию. Процедуру признания качества образовательной деятельности в соответствии с установленными стандартами. Экспертиза проходила по всем образовательным программам, реализуемым вузом в рамках направления подготовки, в том числе бакалариата, специалитета и магистратуры. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с председателем совета директоров «Атлант» Юрием Тороховым и директором кинокомпании «Максима» Яны Тороховой. Что обсудили и какие были намечены перспективы сотрудничества, расскажем в сюжете. На встрече состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в рамках развития университетского технопарка. Напомним, ранее Казанскому университету была передана часть территории выставочного павильона «Ворлдскилз». Здесь мы исходим из двух принципов. Первое – это должен быть один или два якорных резидента, которые приходят и помогают нам покрывать текущие кассовые расходы. То есть, по-простому говоря, это расходы, связанные с коммунальной инфраструктурой, с содержанием данного объекта. Для того, чтобы оставшиеся площади мы занимали бизнес-проектами нашего университетского сообщества. То есть, это могут быть стартапы наших студентов, это малые производственные предприятия, работающие в области коммерциализации научных продуктов наших преподавателей и так далее. В частности, в ходе встречи были обговорены два направления сотрудничества – создание цифровой студии с использованием IT-технологий и создание новых строительных материалов. Это не только производство новых строительных материалов, но и технологий. И, конечно, это такой прорыв, это новое слово, скажем так, в материаловедении, в новых материалах. И мы надеемся, что у вас появится новый современный, очень удобный, комфортный поселок коттеджный со всей инфраструктурой. И эти все материалы будут произведены на территории вашего технопарка. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Так, Казанскому университету от гостей был передан сборник исследований речей и лекций Тимирязева «Солнце, жизнь и хлорофилл». Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универниюс. В Казанском федеральном университете состоялось вручение ректорам КФУ Ильшатам Гафурова сертификатом победителям конкурса от Республики Татарстана на получение грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, молодых российских ученых, кандидатов наук, докторов наук и ведущих научных школ. Последний звонок лицея имени Николая Ивановича Лобачевского прошел в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Все подробности с торжественного мероприятия расскажем в следующем сюжете. Елена Скопельцина как директор лицея в числе первых сказала напутствующие слова своим выпускникам. «Одиннадцатый класс – это очень ответственный момент до государственной итоговой аттестации. Я верю, что у наших выпускников все будет хорошо, они получат свои заветные 100 баллов и, конечно же, будут счастливыми людьми». Поздравить лицеистов пришел и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. «Желаю удачно пройти этот аттестационный период, получить хорошие результаты и стать студентами высших учебных заведений нашей страны». Выпускники лицея не просто показали концерт для гостей, но и поделились своими эмоциями и выразили благодарность преподавателям. «Эмоции, естественно, присутствуют, эмоции разные, то есть одновременно и радость, и грусть, это все-таки все одновременно сочетается. С другой стороны, это большой шаг в возрослую жизнь». Порида Ишкинеева от имени родителей выпускников поздравила учеников с последним звонком. «Мы очень надеемся, что несмотря ни на какие трудности, которые сегодня имеют место быть, у наших детей будет хорошее будущее. И школа дала нам хороший старт, и, надеюсь, они весь тот потенциал, который у них есть, сумеют реализовать». Журнал «Образование и саморазвитие» улучшил позиции в Скопус. Вырос основной Сиджар индекс создания, а также его позиции относительно других журналов, что позволило ему впервые войти в третий квартель по разделу «Social Sciences Education». Последний звонок прозвенел и для выпускников IT-лицея Казанского университета. Смотрим. «Пять лет пролетело незаметно, как один день. Мы очень счастливы, очень рады, очень гордимся, что заканчиваем этот лицей, IT-лицей. Это страшный день. Оказывается, у меня ребенок уже вырос. Это очень печально для меня». «С одной стороны радостно, с другой стороны, я понимаю, что ребенок вырос уже совсем большой». И радостно, и грустно сегодня не только родителям, но и ученикам. Впереди экзамены и совершенно разные планы на приближающуюся взрослую жизнь. Чтобы оставить яркие воспоминания, выпускники напоследок продемонстрировали все свои таланты – стихи, танцы и песни. «Поздравить выпускников» приехал и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, пожелавший ребятам успешной сдачи экзаменов и плодотворной работы. «В каком бы направлении вы не реализовались, вы должны помнить, прежде всего, свою семью, своих родителей, поскольку именно они дали вам жизнь, а лицей дал вам право дальше учиться и работать. Я желаю, чтобы вы выбрали хорошую профессию, которая бы радовала вас по жизни и помогала вам по ней идти». «Не хочется вообще покидать место, расставаться с друзьями, с одноклассниками, с учителями». «Поступали бы сюда не зря и окончили мы его действительно с достоинством и гордостью». «У меня ностальгия очень сильная, вспоминаю все пять лет учебы». «Лицей очень много дает возможностей и нужно не упустить их все». «Новый этап жизни и много всего впереди и просто стоишь на пороге новой жизни». По традиции мероприятие завершилось последним звонком для выпускников. Диана Жилинкова, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета взяли первое общекомандное место в Всероссийской олимпиаде по общей химии. Среди них студенты второго курса. Азамат Бегмухаметов, Айрат Надфуллин, Андрей Иванов, Рустем Гамиров и Алмаз Ельмулин. «Наши студенты участвуют не первый год в этой олимпиаде. В прошлом году, к сожалению, не получилось поучаствовать из-за пандемии. Но в 2019 году наши студенты участвовали и завоевали второе общекомандное место. В этом году уже более серьезная награда, первое общекомандное место, абсолютное. С абсолютно большим количеством баллов заняли наши студенты». На территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарта состоялось мероприятие «Про радио». Этот день объединил две даты. День космонавтики, который празднуется 12 апреля, и День радио, который отмечается 7 мая. Школьникам продемонстрировали короткий отрывок из фильма «Про радио», а также провели экскурсию по планетарию, где они посмотрели фильм о Солнце. В конце мероприятия в воздух были запущены дроны. На территории Казанского университета прошли съемки первого эпизода документального фильма «Татарстан. Дорогами открытий» с ведущим Валдисом Пельшем. О том, когда нам ждать премьеры на Первом канале, расскажем в нашем следующем сюжете. Идея создания фильма возникла у Валдиса Пельша во время встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Картины расскажет о малоизвестных местах, исторических личностях, людях с интересной судьбой и мастерах своего дела. Интерес съемочной группы вызвали события, связанные с историей Казанского университета. Мы сняли первый эпизод. История братьев Толстых, которые учились в Казанском университете. О чем мало кто знает, потому что все знают, что Владимир Ульянов впоследствии Ленин, выпускник Казанского университета. Но вот о том, что Лев Николаевич Толстой не доучился в Императорском университете, мне кажется, это будет интересная информация. Съемочная группа уверена, для того, чтобы открыть красоту нашей страны, не обязательно прокладывать дальние маршруты. Посмотрев фильм, каждый житель России заново откроет для себя Татарстан. О живописных местах, уникальной истории, самобытной кухне и архитектуре смогут рассказать сами жители республики. Мы надеемся, что вот наш такой призыв к жителям Татарстана, о том, что если есть какие-то интересные места, действительно малоизвестные, но правда представляющие интерес для жителей нашей страны, если есть люди, мастера, люди, совершившие какие-то поступки с большой буквы и так далее, то мы хотели бы услышать ваше предложение, и если получится, то мы дополним свой график вот этими интересными, неожиданными эпизодами. Желающие поучаствовать в создании картины могут предложить свою кандидатуру до следующего съемочного дня, запланированного на осень. Премьера документального фильма «Татарстан. Дорогами открытий» намечена на декабрь 2021 года. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok